Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Зарубежные СМИ рассказали о роли Дикого Армана в криминальном Туране. Совсем недавно в Турции разразился неслыханный скандал. Как пишет информационное агентство Newsfront, глава турецкой мафии Седат Пекер фактически сообщил, что часть турецкой военной и финансовой элиты связана с криминальным миром. Пекер в частности выдвинул конкретные обвинения в адрес действующего главы МВД Турции и доверенного лица президента Эрдогана Сулеймана Сойлу. Прозвучали обвинения в крышевании, получении взяток и других противоправных деяниях. Администрация Эр Эрдогана первоначально пыталась опровергать разоблачение С. Пекера, но когда скандал оказался в центре внимания мировых СМИ, просто перестала давать опровержения и вести полемику. Турецкая оппозиционная пресса начала активно освещать данный процесс. Например, газета Камхуриет регулярно перепечатывает и комментирует откровения Пекера. Шеф турецкой мафии заявил, что Д. Экшиоглу, который тесно связан с главой МВД Турции, действуя совместно с Бураком Башлыларом, турецкие олигархи из близкого окружения Эрдогана, произвел рейдерский захват принадлежавших ему активов на Украине, торгового центра и отеля Victoria Gardens, расположенных во Львове. Ключевое внимание авторы статьи уделяют проекту «Криминальный туран», суть которого заключалась в создании транснациональной криминальной сети с пантюркским уклоном. Пекеру в свое время было предложено объединить под своим началом все криминальные группировки и криминальных авторитетов, имеющих тюркские корни. Контроль за функционированием сети спецслужбы Турции, как отмечают авторы публикации, оставляли за собой. Однако наше внимание в описанных в статье звеньях привлекла крупная фигура из Казахстана, которая, как пишут авторы, играет в «Криминальном туране» далеко не самую последнюю роль. Еще один влиятельный и сильнейший лидер «Криминального турана» — это Дикий Арман. Он фактически руководитель боевого крыла этой организации. Арман, из ближайшего окружения Пекера, Лото Гули и Чикыджи, говорится в статье. Одну из многочисленных фотографий с Арманом в социальной сети Instagram Пекер сопроводил следующей подписью. «Один из молодежных лидеров нашей братской страны Казахстана Арман Джумагильдиев и его друзья пришли ко мне в гости. Они подарили мне одежду, которую носят султаны». Арман Джумагильдиев по кличке «Дикий Арман» — криминальный авторитет родом из Шимкента. Он с юных лет занимался боксом, и, как пишут авторы, никогда не был согласен с определением «вор в законе в свой адрес», отмечая при этом, что у казахов нет воров, у казахов есть только батыры. Дикий Арман был ближайшим соратником Лоту Гули, с которым планировал совместно легализоваться в политике. В 2018 году Дикий Арман и Гули после неудавшейся попытки военного переворота в Турции заявили, что объявляют войну главному врагу турецкого президента, философу и богослову Фетхуллаху Гюлину, его сторонникам и всем личным врагом Эрдогана. В одном из своих выступлений Дикий Арман заявил «Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни президенту Эрдогану», так как мы его знаем как нашего лидера, нашего Раиса, сарабского руководителя, вождь. Даял их победу Азербайджану в Нагорном Карабахе, даял их всем тюркам победу. После этого Дикий Арман разрезал торт, на котором были изображены флаги тюркских государств, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Говорится в статье. Итак, давайте вкратце пробежимся по биографии и историях про Дикого Армана. Криминальный авторитет, находясь в Турции, где он сейчас скрывается, записал видеообращение в своем инстаграм-аккаунте, где заявил, что будет бесплатно раздавать лекарства нуждающимся гражданам Казахстана. Причем такую бескорыстную акцию криминальный авторитет намеревался проводить чуть ли не в промышленных масштабах. На видео он говорил о поставках лекарств в Западный Казахстан, Шимкинт, Алматы и Нурсул Тан. Также он заявил, что его помощникам приходится сталкиваться с рядом проблем на границе, из-за чего процесс доставки лекарств заметно усложняется. Позднее в соцсетях стали появляться новые видео, где казахстанцы демонстрируют щедрые подарки от Дикого Армана. На кадрах запечатлены коробки с тысячами лекарственных препаратов, которые доставлялись в различные медучреждения страны. Люди неустанно благодарят криминального авторитета за такую помощь, а он в свою очередь призывал отечественных бизнесменов поступать так же, чтобы помочь стране справиться с пандемией. Чем известен Дикий Арман? Прославился Арман тем, что поднял руку на потомственного вора в законе Гурама Чехладзе, Квижаевич, когда тот прибыл на переговоры с Гули. Такое действие спровоцировало конфликт между Гули и еще одним знатным законником Бодрика Гуашвили, Бодри Кутаиски. Последний заявил, что раз это произошло в присутствии Гули, который не остановил своего приближенного, то называться вором после этого Салифов не может. Причиной инцидента, по словам самого Армана, стало неподобающее поведение Квижаевича, тем более что о его статусе он ничего не знал. Известно, что Арман Джумагильдиев был причастен к ряду криминальных разборок на территории Алматы и Шимкента. Так, во время выборов президента Казахстана в 2005 году он устроил массовую драку в ресторане, где находился оппозиционный кандидат. Как описывал его когда-то один из высокопоставленных казахстанских полицейских, Арман – рисковый парень, отчаянный. Может без причины сбить человека, устроить массовую драку в общественном месте, а то и перестрелку с конкурентами затеять. Ранее имя Дикого Армана также упоминалось в связи с нашумевшим делом АПГ Адыл Кытая. Вражда с пивным королем и Адылом Китаем. Дикий Арман родом из Шимкента, с молодого возраста он занимался боксом, и по информации из разных источников, является серебряным призером чемпионата мира по боксу, а также имеет 16 медалей за спортивные достижения, из которых 10 – золотые. Судя по информации газеты «Время», в декабре 2003 года он вместе с десятком сверстников напал на двух парней, в результате чего один из них попал в больницу, со сквозным огнестрельным ранением в живот, но дело так и не было доведено до суда, а сам же Магильдиев подался в бега. Уже в 2005 году в Шимкенте толпа парней вместе с Диким Арманом ворвалась в гостиницу турист и напала на людей. Тогда-то он и был впервые задержан, и получил условный срок за хулиганство. Также известно, что в 2008 году между Диким Арманом и Тахтаром Тулешовым развернулась самая настоящая криминальная война. Тогда прямо в центре Шимкентена Джумагильдиева было совершено покушение, в ходе которого погибли двое его телохранителей – Стальмаков и Черный, а сам Арман был ранен в ногу. После чего он некоторое время скрывался в Кыргызстане. При этом, находясь за границей, Дикому Арману удалось узнать, кто напал на него и его телохранителей, и с помощью подельника убрать этих людей. В ноябре 2008 года 23-летний Арман Джумагильдиев вернулся в Казахстан и был задержан в городе Алматы, при нем были найдены патроны и наркотики. Тогда он получил три года колонии. Имеется информация и о том, что в свое время у Дикого Армана назревал конфликт с крупной АПГ Адыла Китая, члены которой намеревались расправиться с ним и даже начали боевую подготовку. Войны между двумя АПГ удалось избежать лишь благодаря спецоперации силовиков. Станет ли Дикий Арман новым смотрящим? Криминальная тематика остается одной из излюбленных среди казахстанцев, ведь недаром фильм Акана Сатаева Ракетир до сих популярен среди молодежи. Однако кадры фильма и реальная жизнь – вещи кардинально разные. Как пишет Караван, представители транснациональной преступности на просторах бывшего СССР вновь обратили свои взоры на Казахстан. Один из самых богатых и влиятельных воров в законе по прозвищу Гули, Надир Салифов, не оставляет попыток усадить в кресло, смотрящего в нашей республике своего протеже, Дикого Армана. Однако, как отмечается в материале издания, другим, не менее влиятельным ворам в законе, эта идея явно не понравилась. Кроме того, к самому Гули имеются вопросы у его коллеги по криминальному цеху, тоже законника, шакра молодого. Дикий Арман громко заявил о себе после того, как в Казахстане были упразднены РУБОП – региональное управление по борьбе с организованной преступностью, и УБОП – управление по борьбе с организованной преступностью. И ничего в этом удивительного нет. Ведь в тех сферах, где ослабевает контроль со стороны государства, начинают происходить всякие негативные процессы. В настоящее время складывается такое впечатление, будто в казахстанском криминальном поле образовался некий вакуум. Его-то и стремится заполнить собой и своими подручными Дикий Арман, и его правая рука по прозвищу Нойс. Появление на криминальной шахматной доске новых фигур привело к конфликтам между представителями АПГ. Если некоторые из них наотрез отказались иметь дело с выдвиженцем знаменитого Гули, то другие охотно пошли под руку Дикого Армана. К тому же страна осталась без смотрящего. Прежний вор в законе по прозвищу Самара был вынужден покинуть пределы республики из-за повышенного внимания к нему со стороны сотрудников МВД. Сейчас он вроде бы проживает в Арабских Эмиратах и тесно общается с кыргызским вором в законе Камчи. Дикий Арман же предпочитает проводить время в Турции. Впрочем, иногда он приезжает на историческую родину, где встречается со своими подчиненными по криминальному бизнесу, и снабдив их необходимыми указаниями, вновь улетает в Стамбул. Там вместе со своим шефом Гули строит далеко идущие планы по дальнейшему распространению своего влияния в нашей республике. Если Дикого Армана все-таки коронуют и сделают вором в законе, а потом назначат смотрящим по Казахстану, то во что это выльется, не может сказать никто. Ведь специалисты-то по борьбе с организованной преступностью у нас большей частью, на пенсии или в резерве. Впрочем, можно предположить, что новый виток криминальной экспансии способен вернуть к жизни подзабытые ракетирские бригады из 90-х. Отметим, что криминальный авторитет Дикий Арман вышел на связь с учредителем компании Гарант 24 и то выгодный займ Асланом Мурзабековым. В беседе Арман требовал объяснений и извинений от задержанного Аслана, который сейчас находится под следствием. Из криминального авторитета в народного героя, как Дикий Арман стал настоящей интернет-знаменитостью для казахстанцев. Какие моменты из бурного криминального прошлого Армана Джумагильдиева считаются самыми громкими, в каких преступлениях он был замешан и как из криминального авторитета Дикий Арман стал народным любимцем, которому посвящают песни и стихи. Не так давно в СМИ и соцсетях распространился видеоролик, где запечатлены кадры задержания казахстанского криминального авторитета Армана Джумагильдиева Дикий Арман. Эти кадры появились в ряде инстаграм-пабликов. В публикациях в сети также утверждается, что вместе с ним был якобы задержан криминальный авторитет Алиба Семский. Их посиделку в элитном ресторане столицы испортил нагрянувший спецназ. Все они были доставлены в отдел полиции для профилактических мер, отмечается в описании к видео. Позднее в пресс-службе департамента полиции Нур Султана сообщили, что при проведении оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий в одном из увеселительных заведений сотрудниками полиции задержана группа лиц в количестве шести человек. Со всеми лицами проведена профилактическая беседа. Примечательно, что после того, как видео завирусилось в казнете, множество людей принялись поддерживать Дикого Армана, пожелав ему поскорее выйти на свободу. Но в итоге его даже не задержали. Редакция медиапортала Caravan KZ выяснила, как криминальный авторитет из Казахстана стал народным гером и чем он был известен в прошлом. Дикий Арман родом из Шимкента, с молодого возраста он занимался боксом и, по информации из разных источников, является серебряным призером чемпионата мира по боксу, а также имеет 16 медалей за спортивные достижения, из которых 10 – золотые. Судя по информации газеты «Время», в декабре 2003 года он вместе с десятком сверстников напал на двух парней, в результате чего один из них попал в больницу со сквозным огнестрельным ранением в живот, но дело так и не было доведено до суда, а сам же Магильдиев подался в бега. Уже в 2005 году в Шимкенте толпа парней вместе с Диким Арманом ворвалась в гостиницу турист и напала на людей. Тогда-то он и был впервые задержан и получил условный срок за хулиганство. Также известно, что в 2008 году между Диким Арманом и Тахтаром Туляшовым развернулась самая настоящая криминальная война. Тогда прямо в центре Шимкента на Джумагильдиева было совершено покушение, во время которого погибли двое его телохранителей, Стальмаков и Черный, а сам Арман был ранен в ногу. После чего он некоторое время скрывался в Кыргызстане. При этом, находясь за границей, Дикому Арману удалось узнать, кто напал на него и его телохранителей, и с помощью подельника убрать этих людей. В ноябре 2008 года 23-летний Арман Джумагильдиев вернулся в Казахстан и был задержан в городе Алматы, при нем были найдены патроны и наркотики. Тогда он получил три года колонии. Имеется информация и о том, что в свое время у Дикого Армана назревал конфликт с крупной АПГ Адыла Китая, члены которой намеревались расправиться с ним и даже начали боевую подготовку. Войны между двумя АПГ удалось избежать, лишь благодаря спецоперации силовиков. В этом году сообщалось, что у Джумагильдиева и его друга Нуржана и Моналиева возникли серьезные разногласия с коллегами из Узбекистана. В частности, с очень известным человеком по имени Равшан Мухединов, он же Равшан Золотой, племянником главы Международной Федерации бокса Гафура Рахимова. Сначала в интернете появилась видеозапись, на которой Мухединов обещает выполнить некие обязательства за 45 дней. По всей видимости, речь идет о возврате долга. Голос за кадром принадлежит мужчине, которого Равшан называет Нуржаном. А позже в ютубе опубликовали официальное обращение Мухединова, где он прояснил ситуацию, якобы его обманом заманили в какое-то место, где жестоко избивали, пытали и угрожали изнасиловать. После этого он был вынужден дать некие обещания в обмен на свободу. По мнению СМИ, имиджевая история Дикого Армана кардинально изменилась в 2020 году. Одна из нашумевших историй – скандал с финансовыми пирамидами, чьи аферы оставили доверчивых казахстанцев без десятков миллионов тенге. Тогда Арман Джумагильдиев устроил допрос с пристрастием учредителю Гарант, 24-й ломбард Аслану Мурзабекову, осыпал его оскорблениями и угрозами, а следом заставил все объяснить на видео и извиниться перед народом. Еще во время пика пандемии Дикий Арман и вовсе попал на волну успеха, а все благодаря нерасторопности чиновников. Пока госслужащие уверяли казахстанцев, что дефицита лекарств нет, а забитые больницы всем мерещатся, криминальный авторитет бесплатно предоставил медикаменты не только нуждающимся, но и медработникам. К слову, в его инстаграм-аккаунте накопилось немало видеоблагодарностей от тех, кого он обеспечил лекарствами, в том числе от врачей и сотрудников больниц. В середине октября он снова заработал баллы в глазах взбудораженных казахстанцев, которые негодовали из-за Саши Барона Коэна, снявшего вторую часть фильма «Барат». После этого к криминальному авторитету начали обращаться рядовые казахстанцы с просьбами о помощи, и некоторым из них он действительно помогал. В итоге поддержка населения в самое нестабильное время, и активное использование соцсетей сделали из криминального авторитета народного героя для граждан Казахстана. Теперь люди даже готовы закрыть глаза на криминальную биографию Дикого Армана, а сам он уже практически превратился в интернет-знаменитость.